В здании фабрики кухни рабочие практически завершили очищать стены. Памятник архитектуры преподносит сюрпризы. Под слоем штукатурки рабочие обнаружили старинные кирпичи. По одной из легенд, при строительстве здания использовались кирпичи Николаевского мужского монастыря. Но так ли это на самом деле, еще предстоит проверить. Мы будем еще консультироваться тоже с историками, насколько это все реально. Но мы приняли решение, что те кирпичи, которые находятся в местах доступа посетителей, оставить их открытыми без штукатурки и подобрать справочную информацию, что это были за заводы, в какое время они могли быть произведены. Работы на объекте идут по графику. Сейчас в ремонте задействовано почти 100 человек. Площадка обеспечена электричеством. Решен вопрос и о переносе газораспределительной станции с территории музея. Мы ставим себе задачу 1 декабря полностью вынести отсюда газопровод и КГРП и на этом тему закрыть. Особое внимание благоустройству, прилегающей к объекту территории. Разработан комплексный проект. Планируется обновить скверы, установить новые остановки. Работы будут финансировать из регионального бюджета. Нам важно, чтобы не только само здание было музейным объектом, но и музейным объектом и музейным пространством было все вокруг него. Чтобы здесь максимально все жило и работало для людей, для туристов, для жителей города, региона. С 1 апреля работы на объекте будут вестись круглосуточно. Завершить ремонт должны в 2021 году. Тогда же со зданием начнут работать музейщики, готовить открытие филиала Третьяковской галереи, который собирается разместить в здании Самарской фабрики кухни свои основные фонды 20 века. В обновленном виде здание должно предстать перед жителями Самары к началу 2022 года. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События.